всем привет курьер принес продукты с утра просто села и заказала хотя можно было конечно и прогуляться но вы представляете такую тяжесть тащить бы я стала а так бермаркет и через час прилетает мальчик и приводит все что мне заблагорассудилась а тебе что заблагорассудилась стала как солдатик любопытное да не огрызайся идея тебе стульчик иди иди вот сюда будешь наблюдать иди на стульчик милиса вот сюда иди иди я буду открывать показывать девочкам и мальчикам нет обиделась обидели ребенка закосолапила так кефирчик я ему написала в комментарии чтобы молоко было свежим так 7 08 7 08 а сегодня 12 ну прям на и свежайшие они похожи их не читают даже но сейчас молоко не киснет что туда добавляет не знаю поэтому седьмое так 7 а кефир это какое ну кефир в принципе не важно я его взяла для ладушков но этот вообще за 5 я когда молоко покупаю я заложу туда в этот в холодильничек подальше они там прячут свеженькая а впереди вы выставляют что такое которое нужно срочно продать но сборщику то сбермаркет и зачем это надо так девочки вы представляете насколько я обновлена заказала твик я так давно не ела сладкого вот так давно не ела сладкого что просто захотела а сникис он почему маленький не принес и там на весь был я думала большой и вот такие в принципе сладкое я стала заказывать из-за шоколада учета захотела вот такой шоколад у меня шоколада полно но он не естся он просто есть а мне захотелось вот такой вот с крупными орешками чё подумала и стала кушать обиделась сначала пока салапила а теперь все-таки любопытство берет вверх даме лисочка так ну а теперь полезности хлеб зерновой можно было его и не заказывать я как-то без хлеба хорошо живу но ко мне мама должна прийти я хочу сделать курочку с баклажанами поэтому мама хлеб захочет дела хлеб так сметанка это у меня для кабачковых оладий вчера я их ела без сметаны было очень вкусно а холодные буду есть разогревать не буду мне нравится кабачковые оладьи в холодном виде вот я и буду есть и сметану сельдерей его вместо салатика я прямо люблю помыть почистить и прямо вот целиком съесть не резав и два кабачка такие взял большие я обычно маленький беру что взять со сборщиком он берет то что ближе лежит и все так и еще девочки но смотрите сколько вредности набрала не буду так называть раз взяла значит это будет на пользу и ольгер шоколадные такие конфеты вафельные я когда в больнице лежала ко мне приходила светлана моя зрительница моя теперь новая приятельница надеюсь будет моей подругой и она принесла мне лимон девочки это какой-то это какой-то с какой-то свежесорванный может она где-то и в красноярске выращивает просто это вот сколько уже дней я его достала там я его не съела в больнице и вот сколько дней это я вчера его разрезала он меня очень удивил вот он полежал просто вот так на тарелочке даже не в холодильнике он такой упругий сочный ну вот у нас то вот я их трогаю они такие мягонькие хотя это танкокожие чувствуется надеюсь будут неплохие лучше выбирать сами лучше ни на кого не надеется хотя вот курьер две бутылки тяжеленькие принес мне мне их не тащить еще и кабачки тоже тяжело но молоко я конечно бы взяла свежие это за 7 число сегодня 12 ну ладно что сейчас у нас будет завтрак буду доедать кабачковые оладьи и буду готовить курочку с баклажанами вот такие у меня планы там у меня машинка уже постирала надо развесить а еще надо милиски копть подстричь я вчера поменяла постельная и она тут же прыгнула я ее хотела снять она когтями зацепилась я ее подняла она когтями зацепилась и прямо разорвала опять простынь кстати опять мою любимую мой любимый комплект опять пришлось вчера зашивать он уже весь в дырах простыня вся в дырах поэтому я приняла решение дочу не ждать и сама ей подстригу копть какая гигантская кошка кошка гигант вчера она у меня весь день супчик ела рассольник он у меня малосоленый я все недосаливаю и вот она у меня вчера выпрашивает выпрашивать да что ты думаешь такое налила и супу она его умяла думаю чушь я тебе не наливаю ты же так любишь жизненькой да девочка да девочка моя девчоночка моя девочки мальчики всем привет мама пришла только посмотрите что она принесла мед настоящий да еще в сотах вот этот мед вообще на вид золото смотрите картошка прям свежая да вот мамин друг на выбирал новый накопал говорит еще мелкая есть но он выбирал самую крупную и смородина крупнющая вам счет и там еще и еще две бутылки молока это тоже деревенского привезла я уже и мед соты да да вот показал такой медок стала сейчас мы будем есть только что я это с машей мы же на правый берег ездили доктор медок свежачок у нас сегодня кабачковые оладьи со сметанкой вкусные очень вкусные мама уже попробовала а чё-то без сметаны как же я буду есть допись металла с хотела сказать приятного аппетита в общем отключаемся сейчас поедим а потом у нас будет арбуз понятно за чужой-то счет да я с удовольствием да ничего себе столько всего принесла я тебе век не рассчитаюсь мама мне привезла молока деревенского две бутылочки вот она везде найдет знакомых добрых знакомых которые меду привезут молочка привезут но она все это покупает естественно но она деревенская настоящий которая скисает они горкнет я вот купила молока себе сделала картошку пюре и подогрела молочком магазинное завела в картошку ну что вы думаете картошка горькая стала представляете теперь буду на рынке искать эту женщину у которой мама берет молоко и покупать вот поставил сейчас я его прокипячу две бутылочки такие прокипячу и она долго не скиснет постоит у меня и для блинчиков и так кашку сварить в общем спасибо маме сегодня она мне вкусняшек опять принесла мед такой и мед в сотах и смородина и молочко везла это все сумки на колесах но от меня повезло тоже кое-что все на колесах в общем сейчас прокипячу и будет у меня вкусное деревенское молочко сейчас из бутылки выливала прямо сливки верху уже были но это мое лечебное снадобье опять же от мамы бараний жир девочки кто-то сейчас скажет ой как это можно пить знаете противно первый глоток а потом нормально опять же когда проблема есть со здоровьем то ничего не противно все прекрасно все уже подогрелось можно наливать ой это жир капнул горяченько пока горяченько будет пить девочки наверное я от этого бараньего жира поправлюсь как вам кажется жирочек такой жирненький такое жирное молочко наверху бараний жир запотела кружечка горячий потому что немножечко противно зато полезно это молочко скипячу и будет она у меня прекрасно бутылки потом перейдем назад когда остынет и будет у меня два литра молока почти до я еще сказала ей зачем два литра выпьешь так ну все девчонки вот показала что я делаю вечером я отправилась на небольшую прогулку сегодня такая приятная погода прохладный ветерок но то самое что нужно для прогулок просто здесь пройдусь по тихой аллее на дорогу выходить не буду там шумно пыльно здесь у нас спокойно птички чирикают народу нет может магазин зайду что-нибудь вкусненького куплю к маме подружка приехала поэтому сегодня без мамы но мама вчера звонила они с подружкой шарлотку постряпали говорит давай я привезу тебе сейчас короче откормят все что потеряла 6 килограмм сейчас быстренько и верну но я отказалась сказала что обойдусь без шарлотки наслаждайтесь чайплите какое у нас прекрасное лето стоит теплое солнечное но как-то нынче она мимо меня прошло так свежескошенной травой пахнет приятно всю тут выбрели какая яркая клумба все цвета радуги а медом пахнет это вот эти мелкие белые цветочки погода сегодня для прогулок самое то самое настоящее прогулочная как красиво простенько так не вычурно но в то же время ярко нарядно позитивно вот такие еще вазончики желтые шафраны красиво что в этом году ягоды и рябины прошлом году была вся осыпана хотя цвету было много куда все делось